Снежная метель, которая так часто становилась образом в произведениях поэтов, внесла свои коррективы даже в работу Олимпиады по литературе. Начало пришлось сдвинуть на 15 минут. Это было сделано для того, чтобы у всех школьников, которые в ней участвуют, были равные условия. И у тех, кто пришел вовремя, и у тех, кто попал в пробки и опоздал. Понять героев современных произведений или прочувствовать настроение девушки 18 века – задания здесь разные. Среди ребят есть и те, кто участвует в Олимпиаде не впервые. Анастасия Белякова включилась в борьбу в третий раз. В девятом и десятом классах на этом этапе она занимала первое место. Подготовка и влюбленность в предмет. Не обязательно просто хотеть, победить. Главное – любить свое дело и получать искреннее удовольствие от того, что ты делаешь. Вот и все. На региональном этапе Всероссийской Олимпиады выступают 75 человек. Это ребята из разных районов, школ и классов. Чем старше ученик, тем сложнее задания ему достаются. Необходимо выполнить четыре. В двух дать короткий ответ, в одном провести анализ поэтического произведения или прозы. Самой тяжелой считается творческая часть. На решение всех дается пять часов. Ничем нельзя пользоваться, конечно же. Никакими справочными источниками. Принести с собой справочник, например, даже по теории литературы нельзя похвально перед дверью его почитать и оставить его за дверью. Правила на Олимпиаде разрешают участникам присоединяться к решению заданий в любой момент, правда, без переноса потерянных минут. Тем, кто попал в снежную ловушку и серьезно опоздал в этот раз, проводили индивидуальный инструктаж, а также давали возможность задержаться.